Я вспоминаю Саклю с плоской крыши, родную Саклю нашу. Вспоминаю, как мать моя почти что каждый день по этой плоской крыше земляной катала медленно мехерь тяжелый, каток из круглого большого камня, чтоб как плита и твердую, и гладкой земля была на крыше. Но напрасной стороне были матери моей. Как видно, не могла земля отречься от изначальных сил своих, и снова то здесь, то там, на крыше нашей Сакли, ростки зеленые упрямо пробивались, и тщетно их вытергивала мать, и каменным катком их приминала, боясь, что дождь пойдет, и крыша протечет. Да и соседи могут упрекнуть, что стала нерадивая хозяйка. За крышей не следит, ничто не помогало. Повыдернет, бывало, все ростки, а утром глянет мать, откуда ни возьмись, на новом месте новая травинка нахально лезет в дразнице зеленым веселым язычком. Ворчала, злилась мать. А я тогда, совсем еще девчурка, тайком смеялась и травинкам дерзким желала счастья. Много лет прошло, и вот опять я вспоминаю мать и крышу плоскую, знакомую с детства Сакли, и думаю про жизнь свою. Вот так. Незгоды и утраты многих лет, боль неудач, да злость людей недобрых, незримыми, но чашками-катками выравнивали долго душу мне, чтоб больше ни ростка восторженной надежды не смело прорасти на ней. Но тщетно от изначально сил своих отреченых душа не может вновь и вновь стремиться, надеяться, любить, творить добро. И этого никто не запретит ей. Как невозможно запретить земле рождать цветы.